Шаг за шагом в полном обмундировании бойцы отрабатывают сценарий легенды. Заход на позиции противника. Все действия контролируются инструкторами. Военнослужащих готовят к любой ситуации на передовой. Основное – слышать друг друга, несмотря на взрывы снарядов. И быстро принимать решения в окопах. Тут важна тактика, говорят инструкторы. Условия современной войны диктуют и новые правила подготовки. Во время тренировки над позициями постоянно летает дрон. И уже по звуку БПЛА бойцы должны различать ударный от разведывательного. А по траектории полета – свой от дрона противника. Пока на одних позициях отрабатывают штурмы, в соседних учат оказывать первую помощь по братиму в случае ранения. Это задача не из легких, если рядом проходят бои. Одни штурмовики прикрывают, другие лёжа накладывают турникеты раненому по братиму. Да, это всё тяжко кровью и потом даётся. Как говорят, тяжко в навчанне, легко в бою. И как хлопцы справляются с этим нормально? Справляются, да. Хлопцы молодцы. Вси понимают, для чего это им. Что это всё-таки спасает жизнь им и их по братимам. После раненого бойца необходимо эвакуировать. Иногда путь до метывака может быть не близким и очень опасным. А скажите, не тяжко, ну, взагалі вот зараз так потягнули, не тяжко. Это ж может быть декілька километров, чтобы требовало быть. Два-три километра. Важна не только физическая подготовка бойца. Инструкторы работают и с тем, чтобы морально военнослужащий был готов к боевым действиям. Например, в ночное время сложнее удерживать позиции. Здесь нужна максимальная концентрация и бдительность. Условия тренировки хоть и жёсткие, но максимально приближены к реальности, подчёркивают инструкторы. Но именно такая подготовка помогает бойцам в случае прямых столкновений с противником.